В Беларуси к педофилам могут применять химическую кастрацию. У Гомельского аквапарка появились перспективы, а еще изменились правила регистрации домашних животных. 19 июня на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Неутешительная статистика. Рождаемость в Гомельской области упала до антирекордных значений. Многие думают, что рожать стали меньше из-за плохих времен, но действительно ли так все страшно? Вот пару жизненных историй от гомельчана, которым расти детей было действительно трудно. По официальной информации, в 2022 в Гомельской области родились 10462 ребенка. Выходит, в среднем это почти 30 карапузов ежедневно. Может сложиться впечатление, что такая статистика выглядит довольно неплохо, но как бы не так. Этот показатель ниже уровня 2019 почти на четверть, а если сравнивать с 2015, то падение более 40%. Такие демографические ямы были только после аварии на Чернобыльской АЭС, когда уровень рождаемости просел почти на треть, и в годы после Второй мировой. В чем же причина, что в 2022 так упал уровень рождаемости? Бытуют разные мнения, которыми многие читатели делились в комментариях. Состояние экономики, желание молодых людей вначале состояться в жизни, а уже потом думать о детях, неуверенность в завтрашнем дне, да и многое другое. В чем-то эти версии имеют право на жизнь, но разве раньше было как-то иначе? Многие наши читательницы прекрасно помнят, как растили своих детей без, казалось бы, самого необходимого. Стиральных машинок, подгузников, до того же детского питания и других бытовых благ. Отметим, что истории той поры очень похожи друг на друга. Как же в то непростое время справлялись молодые мамочки? Почему, по их мнению, именно сейчас так падает рождаемость? Ну и как обстоят дела в других европейских странах? Сильные новости попытались в этом разобраться. Читайте материал, который подготовил наш журналист. Ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. В строительстве Гомельского аквапарка появились перспективы. Идут переговоры об участии в проекте компании «Газпром». Об этом рассказал Владимир Привалов на встрече с коллективом технического университета имени Сухого, пишет Белка. По словам чиновника, прежний подход к поиску инвестора под земельный участок себя не оправдал, так как за 20 лет инвестор так и не объявился. Но земельный участок напротив Ледового дворца сохранили в резерве и не изменили его функциональное назначение. Аквапарк Гомелю нужен, считают в горосполкоме, опираясь на результаты опроса горожан, пусть и не такой большой, как в столице. Как рассказал Владимир Привалов, при содействии губернатора Гомельской области проведены переговоры с компанией «Газпром Трансгаз Беларусь». О включении Гомельского аквапарка в инвестиционную программу «Газпром детям». Правда, не ранее, 24-25 года. Речь идет о софинансировании строительства. При положительном результате можно будет говорить о разработке проектно-сметной документации и поиске других инвесторов. Рассматриваются два варианта – строительство аквазоны в составе многофункционального спорткомплекса, либо торгово-развлекательного центра. Гомельчане, вы давно проверяли зрение. Читатели сильных новостей жалуются на нечитаемое расписание транспорта. Как пишут наши подписчики, новобелицы повесили новое расписание. Но проблема в том, что оно напечатано на обычной бумаге, и шрифт настолько мелкий, что рассмотреть его практически невозможно. Расписание даже молодому зрячему парню не видно, не говоря уже о бабушках и дедушках. Более того, это простая бумажка, которая размокнет под дождем, написал наш подписчик. Фото было сделано на остановке Ленинградская. Новое расписание там появилось 4 дня назад, на время ремонта моста. Но, по словам Гомельчанина, сейчас такое расписание висит практически на каждой остановке. Милота дня. В Гомеле на оживленном перекрестке женщина спасла маленького котенка из-под колес проезжающих автомобилей. Инцидент произошел вчера вечером на перекрестке Богдана Хмельницкого с улицы Жукова. На кадрах видно, как из машины на оживленном перекрестке выбегает женщина и забирает с проезжей части маленького котенка. Почему Хвостатый оказался посреди дороги и какова его дальнейшая судьба, неизвестно. Но мы очень надеемся, что теперь у котика все сложится хорошо. Если вы узнали себя на кадрах или знаете продолжение истории, напишите нам. Под жидковичами мужчина 5 лет. Насиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы. История сама по себе жуткая, но еще страшнее то, что мать не поверила когда-то ей все рассказала. Подробности рассказали в эфире гостелеканала. Отмечается, что в районе проблему видели все, но никому не было до этого дела. Девочку совратился житель матери, с которой у него было двое общих детей. Ребенок признался, что обо всем она рассказывала своим подругам, так как родная мать ей не поверила. На странное поведение девочки закрывали глаза и в сельской школе, несмотря на то, что она пропускала занятия и уходила из дома. В какой-то момент семью решили проверить сотрудники прокуратуры. В результате проверки было установлено, что отчим насиловал девочку на протяжении 5 лет, в том числе и в беспомощном состоянии. Даже когда мужчина разошелся с матерью, свою юную жертву не оставил в покое. Педофила приговорили к 13 годам заключения. Сказано, что он не признал свою вину и даже обжаловал приговор суда. Сообщается, что детей из семьи передали в социально-педагогический центр в Жидковичах. С декабря 2022 девочка учится в новом классе. Продолжая тему, в Беларуси к педофилам могут применять химическую кастрацию. Такие поправки в Уголовный кодекс подготовила Генпрокуратура. Принудительные меры будут применяться наряду с непосредственным наказанием за преступление, уточнили в ведомстве. Утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, лечении, в том числе применение химической кастрации. За судимыми лицами, которые привлекали за педофилию ранее, будет усилен контроль, в том числе с использованием электронных браслетов. Кроме того, уже утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Есть и еще одна инициатива. Это ведение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, а также чайлдфри. В Беларуси вывели новый сорт картошки, которая похожа на драгоценный минерал. Селекционеры вывели сорта сапфир и лекарь. Мякоть этих корнеплодов фиолетового и розового цветов, пишет Минсельхозпрод. Сообщается, что новые сорта устойчивы к засухе, болезням и вредителям, а также обладают повышенной полезностью. Стоит добавить, что на создание нового сорта картофеля уходит 12-13 лет. К концу этого года государственный реестр пополнит сапфир и лекарь, а это значит, что совсем скоро фиолетовое и розовое картофельное пюре появится на столе у Беларуса. Сколько будет стоить новинка, не сообщается. В Беларуси новые правила регистрации домашних животных. Так владельцы должны зарегистрировать своего питомца в течение трех дней после приобретения. Регистрировать кота или собаку теперь нужно не в ЖУ, а в администрации района через службу одно окно. Как это сделать? Обратиться в эту самую службу с соответствующим заявлением. Для этого также нужен паспорт животного, который выдадут в ветклинике. Для того, чтобы зарегистрировать собаку опасной породы, необходимо иметь справку о прохождении обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за питомцем. Хозяину потом вручат удостоверение и жетон, который надевается на собачий ошейник. Кстати, хозяевам опасных собак придется платить налог. На гомельщине чуть больше 11 рублей раз в квартал. Сумму включат в жировку. Снять животное с учета по случаю смерти или дарения можно в том же одном окне. К слову по закону, в одной квартире может проживать не более двух питомцев. Если собственников несколько, то по одному на семью. Парень из Калинковичей Денис Колосов выиграл чемпионат мира по бильярду «Свободная пирамида». Это первая победа белорусов на таких соревнованиях. Турнир проходил с 13 по 17 июня. Об этом сообщается на сайте Лиги любителей бильярда. За титул чемпиона боролись 109 спортсменов из 20 стран мира. Участие в чемпионате мира принимал житель Калинковичей Денис Колосов. Он достойно сыграл в отборочном турнире. Вышел финал. Там его соперником стал мастер спорта международного класса из Киргизии Азиз Мадаминов. В последних партиях финала Денис Колосов одержал победу. Поздравляем нашего соотечественника и желаем ему новых побед. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях. Ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Продолжение следует...